опа очки здесь хип-хоп мы все здесь бегали это что Black? 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 банки Black 24 на 400, 10 тысяч рисунок, понимаешь ты еще ебанулся каждый день я хасываю а что Black запустил новую линейку Black Mice? не видел таких? сколько копий? одна? полторы вторая не получилась ха-хахаха JIN всем привет меня часто спрашивают о тех маркерах которые я использую на ежедневной основе которыми я постоянно пользуюсь и почему отдаю предпочтение им в общем чтобы ответить на эти многочисленные вопросы решил снять небольшое видео топ 5 своих маркеров которые я использую на первом месте на первом месте по использованию меня всегда идет black mob этот маркер делается из любой обувной губки там куска трубы шампуня там дезодоранта там и в любой принципе бутылки где можно вставить перо и залить него чернила очень просто в использовании в производстве дешевый получается только на заправку тратить это можно залить туда любую херню в виде там битумного лака какого-нибудь замазок разбавленных пф к разбавленной общем все что вашей душе будет угодно можете туда заливать и тегать не жалею его потому что он стоит там пятьдесят сто рублей многие вообще их не покупают поэтому этот маркер всегда был на первом месте они есть разных форм любые обувные губки я использую некоторые я заматываю сразу тряпкой или капроном чтобы они были прочнее как это сделать я выкладывал видео ранее на ю тубе оставлю ссылочку чтобы но могли увидеть есть такие формы такие формы разные перья у них есть абсолютно разные они все одинаковые некоторые пишут хуже некоторые толще некоторые лучше но каждому на свое усмотрение на свой вкус если покупать такие же маркера только в магазине в принципе они точно такие же только за большие деньги это кринг который стоит около 1000 рублей но по большому счету он ничем не отличается только тем что это кринг и другая бутылочка все они абсолютно одинаковые перо у него рвется также быстро поэтому я тоже его сюда заматываю чтобы он чуть подольше продержался но единственное что он закручивается наверное на нем написано кринг есть арт прима который подешевле кринка но ничуть не хуже если покупать магазине то вот можно их но вот у меня после недели использования губка нахер наторвалась хотя в принципе я пишу такими маркерами по довольно таки гладким поверхностям но вот этот маркер всегда наверное будет на первом месте потому что все его могут сделать сами поэтому он самый распространенный и самый лучший отложим в сторону второе место это пейнт именно это это у не пейнт п x30 от митсубиши по моему да митсубиши не знаю может я неправильно это выговариваю с английским мне всегда было плохо серебряный маркер который идеально пишет по ржавым поверхностям в принципе он пишет по всем поверхностям у него довольно таки тяжело убиваемое перо поэтому незаменимым он залит масляной краской которая вот ржавая поверхность на живот ярко светится хорошо легко пишет это просто супер маркер к этому разряду маркеров на втором месте я отношу всем маркеры с масляной краской помповой системой более тонкие тонкие пейнты лучше из них это тоже хромовый голубой белый они дольше всех стираются и выгорают на солнце у них есть еще помимо них там красный желтый фиолетовый синие но они все выгорают и становятся белыми и легче стираются по крайней мере так было раньше сейчас не знаю может быть они обновили свою формулу эдинг 750 хромовый стоит в четыре раза дороже но пишет даже лучше его надолго хватает у него тоже твердое перо которое тяжело убивать это могут быть белые эдинги его тоже намного хватит и он тоже хорошо пишет идеальная краска внутри вот мне очень нравится в магазине они стоят рублей наверное 300 400 но всегда можно найти их на каких-нибудь сайтах в россии это авито или юла многие люди продают эти пейнты там по 30 рублей по 50 рублей потому что они воруют в магазинах либо там выдают на заводах они потом распродают один раз я купил по моему за три тысячи 100 что маркеров и как бы использовал несколько лет и это было супер третье место сейчас у меня занимают помадки solid маркера они тоже бывают разных очень разных очень много разных фирм сейчас я не силен в химии это по моему мастика что-то из них бывает мел что-то мастика например эдинг 950 вот у меня есть распакованный они бывают разных цветов он просто выкручивается поэтому многие называют их помадками и пишет по любым поверхностям по некоторым поверхностям он больше расходуется по некоторым меньше понятное дело они утверждают что он пишет даже под водой я не пробовал но хочу как-нибудь сделать обзор именно на solid маркеры в принципе я потихоньку его снимаю и как-нибудь я его опубликую мы посмотрим на это иногда их нарезают вот этот маркер мне подарил дуга тут половина черного половина белого просто одним углом ты пишешь черным другим белым если как-нибудь так смешая что получается красивые необычные теги нарезать самому их не так тяжело надо просто их вытащить оттуда выкрутить и тонким лезвием аккуратно аккуратно порезать и составить чем больше частей вы нарежете цветов тем более хрупкими они будут и нужно будет выкручивать их меньше и меньше чтобы они не ломались когда вы ими тегаете есть такие же маркера как хендмиксит это уже нарезанные разноцветные маркера они берут свою наценку за то что нарезают их они делают их аккуратно идеально у них всегда красивые цвета но цена этот маркер стоит что-то в районе тысячи рублей как бы я считаю что это очень дорого но в принципе если вы любите тегить и вам нужны красивые яркие теги то можно конечно потратить просто тегов очень много и мне такого маркера хватит на несколько дней а тратить тысячу рублей за несколько дней для меня дороговато сейчас появились в россии такие же маркера арт-прима которые чуть чуть дешевле чем эдинги но они тоже хорошо пишут по любым поверхностям у них яркие цвета большая палитра в принципе ну интересный хороший маркер советую испанские от рушопа они всегда уже нарезанные в последнее время они мне нравятся больше всего потому что у эдингов которые чаще всего использовал большой минус то что зимой они замерзают и крошатся они могут ну когда вы тегите отламываться либо такими ворсисты писать цепляя за поверхность поэтому зимой они лучше не самые лучшие в использовании летом когда жарко они немного так подтаивают и пишут вообще как масло особенно вот голубой эдинг пишет просто вот прям как масло какое-то а эти маркера пишут мягко легко поэтому последнее время я чаще всего использую их пусть у них всегда интересная палитра необычная вот здесь желтый оранжевый красный синий зеленый фиолетовый здесь синий красный белый здесь вот розовый с оранжевым зеленый с салатовым в общем всегда какие-то необычные палитры не так не такие привычные как во всех цветах и поэтому эти маркера пишет интересно они пишут принципе по любым поверхностям тоже как они бафятся я конечно не пробовал потому что в принципе у нас стирают все везде одинаково огни не могут стереть там просто красят поэтому для меня этого значения вообще никакого не имеет иногда я использую и меловые такие маркеры которые там придаются какие-нибудь леонардо они хорошо пишут ну стираются конечно и рукой но мне абсолютно нет разницы я люблю процесс если ты тегаешь каком-нибудь там не знаю аля метро или где-то там в центре то это все равно закрасят или сотруд поэтому разницы особо нету 4 место это сквизеры кринг то же самое кубик в принципе почти одну один в один просто кубик это бразильский маркер и в россии его не купите за дорогой доставки как бы если вы договоритесь о доставке что вы купите там несколько маркеров скиньте с друзьями то вполне возможно они вам их вышлют но доставка в россию стоит очень дорого поэтому они не торгуют с ней особо кринг этот маркер я не знаю сколько лет он в принципе не убиваем и его перо ну единственное что можно порвать перо если совсем уж там тегать по каким-то неровным поверхностям но перо стоит сто рублей оно легко вытаскивается вставляется новое сам бочонок это в принципе кусок пластика которому никогда ничего не будет он справляется многими чернилами и пишет очень хорошо по всяким стеклам там по гладким поверхностям просто идеальный маркер я всегда любил этот маркер кринг но он тоже стоит до хрена как и вся продукция их поэтому я не соль часто их покупаю много тега и они у меня все равно убиваются я недавно разговаривал с одним парнем у которого такой маркер почти 10 лет он просто аккуратно и пишет и не каждый день и в принципе только перезаправляет тегой ну и пятое место хотя оно могло быть конечно и первым это молотов бёрнер т-образным пером мне нравится больше более укороченная версия она более удобно для моей руки я больше люблю и тегать но более маленькие маркера их продаются всегда с обычным пером они т но мы всегда покупали отдельное т-образное перо которое стоит тоже что с небольшим рублей и переставляли их получался маленький маркер с т-образным пером этот маркер стоит в районе 500 рублей году в 2010 я думаю что не было по моему ни одного граффити художника у которого не было бы с собой такого маркера ими тегали все и везде это был самый популярный маркер я помню тех дней просто у всех моих друзей они были мы всегда их покупали всегда ими тегали он легко заправляется раскручиваясь просто раскрутил снял это залил туда чернила закрутил ты гаешься у него хорошая резьба он очень долго не будет течь по крайней мере мне с ними всегда везло и очень хорошо пишет это супер маркер и он по праву занимает свое место в моем топе потому что я не знаю я наверное может быть штук тысячу таких использовал ну не тысячу конечно но штук 100 200 я думаю за свою жизнь таких точно выкинул уже потратил они иногда там у меня ломались иногда их терял иногда они просто от того что я постоянно перезаправлял и пользовался начинали течь у них срезалась резьба срывалась ну в общем это идеальный маркер который очень 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 мне нравится ну так вот если хотите чтобы какой-то маркер я отдельно разобрал в новых обзорах там не знаю спамте в комментариях если отклик будет большим достаточно то я сниму отдельные видео для каких-то маркеров solid маркер я сниму так и так примерно там может быть через пару недель то месяц я выложу видео с отдельно именно с этими маркерами но если нравится там пейнты либо сквизеры какие-нибудь либо молота пишите в комменты и что-нибудь придумаем все поехали Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...